Здравствуйте, дорогие читатели! Попробуем сегодня коллективно преодолеть гордыню. Я долго не понимал буддийское изречение относительно уровня гордыни. Первый уровень – это считать других, считать кого-то ниже себя. Второй уровень – считать многих ниже себя. Третий уровень – считать всех ниже себя. Кольца выше уже не может быть. Однако четвертый уровень – считать себя ниже кого-то. Пятый – считать себя ниже многих. Шестой – считать себя ниже всех. И седьмой уровень – считать себя кем-то. Что это означает? Ну, с разрешением понятно. Нам религия говорит – возвысится это. Я, ангел, возвысился, стал дьяволом. А вот с унижением – почему? Почему православие и католичество унижение приветствуют? Почему они призывают, призывала, по сути дела, религия веками не любить себя? Я помню, какой фурор в мире произвела книга Луиза Хей, которая говорит – можно излечиться от рака просто через любовь к себе. А ответ оказывается простой. Человек, верящий в Бога и понимающий, что все – Бог един и все от Него, он понимает, что и Он тоже, Его душа пришла из Всевышнего, тем более в Библии сказано – Бог вдохнул душу человека. И значит, мы являемся частью Всевышнего, мы носим Его в себе. А раз так, мы должны жить в двух логиках. Христос говорил – Богу Богову кесарю кесарю. Что это означает? Это означает – если Бог во мне, я не имею права думать о себе плохо. Я не имею права желать себе смерти. Потому что это агрессия к Богу прямая. Когда я ненавижу и презираю других людей, в конечном счете это будет агрессией к Богу, потому что каждый человек внутри божественен. И это для меня аукнется очень большими проблемами. Но когда я ненавижу себя, это гораздо более опасно, потому что я для себя-то открыт. Поэтому и агрессия, и депрессия – это и есть отречение от Бога. Откуда возникает агрессия и депрессия? Это аркессия и депрессия. Но если są депрессии, то это не есть – мы – безких воружей, которые помогут все instances. Продолжение следует...